Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жердин Николай Степанович, киноторговец, при реквизиции оказал активное сопротивление Ясно, прострел Жердин Юрий Николаевич, из Купцов, такая же вина, что и у отца Какие мнения? Расстрел Расстрел По-моему, виновен Салаев Аяснов Рузович, офицер Дикой дивизии, разбойное действие в тылу Красной армии Мнение? Ну, расстрел Расстрел Рона Ронал, Федор Григорьевич, ротмистр Кирасирского и я, Величество полка Мнение? Расстрел Так, Куликов Николай Палыч, корнет, служил в 3-й кавалерийской дивизии Готово Начинайте выводить, я сейчас Есть Может, остальных списком? Мы должны соблюдать революционную законность Мнение Расстрел Так Филиппо Петр Александрович, статский советник, участие в контрреволюционной прессе Ясно, следующий Куприянов Сергей Яковлевич из студентов, вольноопределяющийся, 8-го пехотного полка, участник группы Николаева Мнение Расстрел Суркова Наталья Николаевна из дворян в доме скрывала раненых офицеров Мнение Виновен Расстрел Шесть Семь Восемь Девять Ну, давай, заканчивай, пошли Пошли Закончили все Идите, я сейчас Идите, я сейчас Идите, я сейчас Святые 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 ученики Бога, и о простом дабы, вовсе же ввязать, и решить, и обои, и мы, приемшие вины, тоже детворитель. Да простить вам, чадо духовное, приложитесь к кресту. Святый Боже, Святый Боже, Законская, инициал, Выходи! Курун, инициал, Высокий, инициал, Выходи! Филиппова, инициал, Выходи! Образцова, инициал, Вишневский, инициал, Выходи! Хмельницкий, Выходи! Суязова, инициал, Инициал, Чебугина, инициал, Выходи! Игорь, Петрова, инициал, Харцевый, инициал, Токарев, инициал, Токарев, Белинский, инициал, Выходи! Выходи! Тимирезьевы, Инициал, Выходи! Выходи! Инициал, Инициал, Выходи! Инициал, Никаком, Петрова, Выходи! Первая пятерка пошла! Куда нас? Могилевскую губерну. Подземным переходом. Угу. Стоять! Инициал, Выходи! Пошел! Быстрее! Инициал, Астонкин, Инициал, Выходи! Имеет ценные показания. Золото зарыто в четырех верстах, Так, достаточно. Сдени! Держи! За мной! Пошел! Дорогу! Дай! Начинаем. Начинаем. Одежду сюда. Позвольте. Ну, сам не положено быть женщин. Ну, я же сказал, раздеться. Давай, раздевайся. Сам разденется. Всем раздеться! Пожалуйста, попадай. Ну что, батя, испужался. Давай, давай. Очки. Кто? Пинснэн. Папа, как же я ничего не увижу. Вас доведут. К дверям! Ну что ты, родненькая? Тише, тише. Я прошу, стреляк мне в лоб. Не надо плакать. Я не могу нарушить традиции. Больно не сделаем. Лицом к дверям. Ага. Так вот и никакие двери на тот свет. Без петель. А священника положено хоронить в облачении. Еще им слушай, встань в мое место. Не могу в священника. Руцы твои, Господи, Иисусе Христе Божий мой, предаю дух. Прости меня. Честный яич. Бог тебя простит. И меня простит. Одежду сюда. Давай, давай. Пошевеливайся. Паренек, мы что, помочь? К дверям. Пошли, пошли. Лицом к дверям. Лицом к дверям. Морячок, дай докурить. Сыnder, pist que, поездок. Морячок, дай скотч. Иисусе Христе Божий. Уныние. Морячок, дай скотч. Сыnder, планирующий. Сыnder, планирующий. Как? Ваши, Господи, смотч. Не смех. Дэк, мы любят. Наши, Господи, смех. Это Бог. Не смех. Сыnder, планирующий. Божий, 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 Божий. Пошли, Божий, 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 Божий. Давай, взяли! Ефим, зачем тебе это? Что? Крестики. А, да детишками гнать, товарищ, срок. Еще раз сидеть вот так! Чисто! 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 Грузите плотнее. Грузите плотнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Она великая беременная баба. Не выдуманная Марксом в белой сорочке. Она не миф, а плодовитая, лавшивой холщовой рубахе. По ее телу ползают паразиты, их надо давить, давить, давить. А особенно в этой стране, где веками вытравлялось уважение к личности. Именно у нас необходим железный порядок, иначе развал. А что еще страшнее, беспредельный бунт. Поэтому революция у нас начинается с момента захвата стихий в железной рамке порядка целесообразности. Так-то, понимаешь? И только тогда, белая сорочка Маркса. Тикают. 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 Продолжение следует... 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 Нет, а мне страшно и жалко. Товарищи, вам партии доверят в очень крозное оружие. Вы должны научиться правильно им пользоваться. Поймите, нам не нужно вникать в детали. Для вынесения приговора достаточно выяснить социальное положение, образование, занимаемую должность. Это определяет отношение подсудимого к советской власти. И этого достаточно для вынесения всяческого приговора. Мы уничтожаем не конкретных лиц, а тот буржуазный класс, который из своей следы выдвигает все новых и новых противников революции. Можно давить гадин поодиночке, но революция в опасности. И мы должны безжалостно и быстро раздавить это буржуазное гнездо. Вот так, Срубов. Проявляете ненужный либерализм. Вами были отпущены арестованные офицеры? Я не в курсе. Да, действительно, один из задержанных был отпущен. Прошу. Я все объясню. Зарковный, сирийный, банк. Барк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пепел, вы никогда не задумывались над вопросами террора? Вам не было жалко расстреливаемых? Я есть рабочий, вы есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философия. Продолжение следует... Лунина Тамара Юрьевна из Мещан. Свои взгляды на соввласть не скрывала. Это точно виновата. Другие мнения. Согласен. Ковалов Евгений Петрович, чиновник при золотых концессиях, укрыватель документов компании. Мнение. Расстрелять. Услябин Игнат Карлович, из колонистов, пособничество белому движению. Мнение. Расстрел. Расстрел. Кирильников Варлам Иванович из священнослужителей. Высказывался против власти участия в заговоре. Мнение. Расстрел. Расстрел. Викторов Иван Иванович из дворян. Сыновья служат у Кутепова. Ясно. Согласен. Расстрел. Расстрел. Полуян Тихон Юрьевич из Купцов. Участник крестьянских волнений в губернии. Какие будут мнения? В расход. Расстрел. Тихон Юрьевич из Купцов. Так, следующий. Уводи. Стоять. Сели все лучше! Да пошел ты! Ну-ка, полеснись! Давай сюда! Хорова! Лицом к дверям! Ближе к дверям! Давай! Ну-ка, давай сюда! Чего? Бародер! Ладно, без крестиков пускаю! Чего? Да ничего! Вот попадешь и расскажешь! Погоди у меня! Ты дождешься! Товарищ Сумов! Андрей Павлович! Произошло трагическое недоразумение! Я не думаю, но... У вас кровь! Вот тут! Да, но... Чего? Субтитры сделал DimaTorzok Это Ян Карлович. Как здоровье Владимира Ильича? Спасибо. Да, революция жестока и бедна. Она же от дна до крови. Она всасывает соки самых лучших людей. Но ее нужно поить соком и кровью. Чтобы встряхнуть, обновить этот мир, нужно пройти через муки, грязь, страдания. Но война никогда не рождается без крови и мук. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какие? Бегут Ленин и Тротки на что-нибудь у него дворца. А Тротки его спрашивают, Ленин, мы успеем к нанеси? Это неправда. Конечно, это же Оренбург. Все равно это неправда. У Ленина этого не было. Чтобы подавить хаос в этой стране, нам нужна сильная, даже жестокая, исполнительная власть. Вот поэтому подвал. Это во Франции. Гильотина, публичные казни. А преступник как премьер в театре. Он может сказать любую глупость, и все это останется в памяти зрителя и даст нравственную силу для борьбы. А казнь в подвале негласная, тайная. Без объявления приговора, без всяких внешних эффектов. Такая казнь подавляет личность нравственно. После смерти не остается ничего, ни тела, ни могилы, не даже точной даты смерти. А был ли, человечек? Какой у тебя удобный широкий затылок, Кык? Ну что? Плохо тебе, а? Понимаю. У нас друг семьи. Здравствуйте. Что вы на меня так смотрите? Не надо на меня так смотреть. Не надо. Как вы себя чувствуете, Андрей Павлович? Я отлично себя чувствую. Отлично. Ну, хорошо, хорошо. Вы, наверное, думаете, что я не в себе. А это вам мать сказала или Валентина? Вы же специалист по женским болезням, гражданин Попов. А моя маменька считает, что я не в себе. А вам не кажется, что это мир не в себе? А это как раз абсолютно нормально. Понимаю, понимаю. Андрей Павлович, я прихожу сюда, как старый друг вашего батюшки, как друг семьи. Так вот, как друг семьи? Не надо на меня так смотреть. Не надо. Спи, ты устал. Спасибо. 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 Товарищ Шрубов, взяли волковник Челкашин. Стрелял, гад. Спасибо. 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 Товарищ Шрубов, взяли волковник Челкашин. Разберемся. Быстрее. Не виновен, отпусти. Пошел. 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 Стой. Стой. Я тебе сказал. Стой. 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 Так их подкорье не хватит. Давай, давай, гуляй, пока. Пока-ка. Он... Андрей, Cauwer, еще нет, ничего не любят. Тогда давай, Андрей, vasай! О, running! Андрей, пока-ка. Кто-нибудь Шрубов позовите. Кто-нибудь Шрубов позовите. Кто-нибудь Товарища Шрубова позовите. Кто-нибудь Кぁ. Шрубов позовите. Товарищ Струбов, позовите Струбов кто-нибудь! Товарищ Струбов, позовите Струбов кто-нибудь! Вопросы? Все ясно. Иванова Галина Георгиевна, жена начальника курсов младших командиров. Дочь начальника вокзала, была в курсе, дел умер. Расход. Вощенников Иван Викторович из дворян, активный член организации, ответственный за доставку и хранение оружия. Вопросы? Полагаю, высшую меру наказания. Шелест Веры Иосифовна, связная между пятерками, оказала сопротивление при задержании. Имеется предложение расстрелять. Согласен. Куликовский Олег Иванович, ротмистер. Муж Ольги Александровны? А, кто его знает? Мнение, мнение, товарищи. Расстрелять. Гущин Константин Петрович, вот по-моему он не был виноват. В ЧКС оружие массовая расправа. Расправа, а не суда. Социальное положение очевидно. Другие предложения. Расстрелять. Ладно, Ивановна. Побыстрее, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Вами, вероятно, случайно задержан мой сын. Андрей Лощилин, 18 лет. Да, он юнкер. Но это все случайно. Он попал случайно в училище. Просто не надо было деться. А вы понимаете, такое время было. И никто ничего не знал. Андрюшу приняли в училище еще в сентябре. Вы кто? Мы по поводу сына. Как вы сюда попали? А, это моя дочь. Не забудьте, пожалуйста. Андрей Лощилин. Я по-настоящему прибегу. Андрей Лощилин. Не забудьте, пожалуйста. Андрей Лощилин. Не забудьте, пожалуйста. Андрей Лощилин. Я разберусь. Пройдемте. Андрей Лощилин, 18 лет. Пройдемте, пройдемте. Ваше имя, отчество, фамилия? Гудковский Анатолий Леонидович. Ваше имя, отчество, фамилия? Гудковский Анатолий Леонидович. Имя, отчество, фамилия? Анатолий Леонидович Гудковский. Фамилия, имя, отчество? Гудковский Анатолий Леонидович. Так, Гудковский Анатолий Леонидович. 29 лет. Окончил Павловское юнкерское училище. Последнее время служили в 14-м линейном полку. В компании 19-го года участвовали в массовых расстрелах. Командовали четвертым взводом карательной экспедиции под началом ротмистра Извекова. Все правильно. Следующий. Под Охлабиным не участвовали в бою? Участвовал. Ваша батарея стояла около леса у деревни? Моя. Долго у белых служили? С самого начала. Добровольно? Добровольно. Ну-ка посмотрите, как вы меня зацепили. Жаль. Что жаль? Жаль, что только зацепили. Ага. Вы свободны. Свободны, свободны. Вас нет в списках. Ничего, ничего. Это в открытом бою. Следующий. Я умоляю. Я искупил. Кровью искупил. С обживотом перешел на сторону красных. Увести следующий. Хорошо. Революция никакой философии. Следующий. Напомилуйте, как я могу относиться к вашей власти? Вы название это выбрали ныне нелепейшее, как я понимаю, диктатура, ральтрията. Вам же не нужна личность. Она опасна для вас. Индивидуальность вы подменяете понятием мы и на этой основе строите свое государство-казарму, где будут существовать некие мы. А для я у вас, вероятно, свой выход. Это попасть к вам и разделить участь других я, которые вам не нужны и опасны. Рубов! Товарищ Рубов! Идите на месте. Товарищ Рубов! Сидеть! Арестовать. Портки надень. Чего? Портки надень. Отчего не изнасиловать, если все равно расстреляют? Позволено стрелять, позволено насиловать, все позволено. Нет, не все позволено. Иначе это уже не революция, а поповщина, не террор, а пакостничание какое-то. Революция это организованность, планомерность и расчет. Расстрелять. Сначала его, потом ее. И этого расстрелять первым. Пусть она убедится. Следующий. Революция никакой философии. Так, Иоанн Карлович? Так. Венчается раба Божий Дионисий, рабе Божьей Маргарите, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчается раба Божья Маргарита, рабу Божьему Дионисию, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Божий наш, славою и честью венчай я. Господи Божий наш, славою и честью венчай я. Господи Божий наш, славою и честью венчай я. Пре мудрость прости, услышим Святаго Евангелие. Мир всем и Духове Твоему от Иоанна, Святаго Евангелие, и чтение, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Вон Мем. Дрянь. Фамилия, имя, отчество. Карл. Карл. Генрихович. Генрихович. Маркс. Шутите, гражданин Зекельман? Ика, я не понимаю, чего вы хотите от меня? Ну, какой вред я принес вашей власти? Все, что у меня было, я отдал. У вас забрали. Я отдал без сопротивления. В чем моя вина? Ваш отец работал у меня в магазине. Вы учились и получили приличное образование. Да мой отец всю жизнь горбатился на вас. Ваш отец обворовал меня на 500 рублей. Что? И если бы тут сидеть ему у вас строги. А вы, между прочим, учились на деньги общины. Да вы как лоб всю жизнь сосали кровь из народа. Народа? Да народ не ходил в мой ювелирный магазин. Только один раз пришли, и у меня не стало магазина. Магазин? Вы забрали его. Жидюга. Жидюга. Жид. Ты, ты. Я. Ты жид, ты жид. Да ты сам такой. Я. Сам. Я. Ты посмотри на себя. Тут за что вы нас так? Красавица Кермал. Делали. Учили. Возьми себя в руки. А надо было драть, 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 драть. Красавица Кермал. Может, тогда что-нибудь из-за... Мне же больно. Ну, отпусти, больно же. Все спокойно, товарищ Срубов. Имя, фамилия, отчество. Имя, фамилия, отчество. Имя, фамилия, отчество. Имя, фамилия, отчество. Я говорю, имя, фамилия, отчество. А он говорит, Шоуфликсен. С такую красивую женщину и к стенке. К стенке, стенке. К стенке. К стенке. К стенке. Слушаю. Выключите. Простите? Музыку, я говорю, выключите, пожалуйста. Это еще у Достоевского полосе в бесах. Исходя из безграничной свободы, придем к безграничному деспотизму. Бог меня... Срубов, вы звери-убийца. Вы понимаете, что вы звери-убийца? Простите, я. Звери-убийца! Спокойся. Звери-убийца! Срубов, можно вас? Звери-убийца! Трубецкая Ольга Илариона из дворян служила с сестрой милосердия военного госпиталя при армии генерала Миллера. Мнение. Расстрел. Цехановский Евгений Николаевич, морской офицер, при задержании оказал сопротивление. Мнение. Расстрел. Науменька Валентина Андреевна, жена военспеца Вассербаума Михаила Борисча, перешедшего на сторону белых. Мнение. Расстрел. Альфовский Витольд Карлович из дворян, военный юрист, занимался делом о расстреле царской семьи. Мнение. Расстрел. Да, нет, это я не тебе. Перепал на его жена. Мнение. Буду поздно. Расстрел. Перепил Ян Карлович из чекистов. Мнение. Расстрел. Ахахаха! Как мы тебя! Раздеться! Раздеться быстрее! Ну что? Христова невеста. Не поторапливайтесь. Очки. Пошевелись. Ступайте к дверям. Быстрее, быстрее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одежду сюда, раздеться. Здрасте. В дверях, пошли. Андрей Павлович, позвольте полюбопытствовать меня. Вы меня очки. Быстрее. За жену вашу? За Валентину Николаевну? Что? За нее? За то, что открылось мне, что после замужества так и осталась девственницей? Так ведь это же болезнь, Андрей Павлович. Больны вы? Больны? Ступайте, дневерян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки убери. Нельзя их посмотреть, что ли? Езжай, езжай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА